Вообще у меня сегодня очень странное состояние, потому что в выходные я потеряла свой телефон, я оставила его на детской площадке, вернулась буквально через сколько-то минут, и его уже там не было. Вот, поэтому очень странно, я не могу постоянно смотреть телефон в инстаграм, вот эта вот привычка, знаете, элементарно ты хотел посмотреть погоду, и ты ищешь телефон, чтобы посмотреть погоду, а его нет. И, конечно же, нужно сейчас очень много всего восстанавливать, потому что телефон это вся моя работа, у меня клиенты по стилю, у меня рекламодатели и так далее, и все они у меня там в телефоне, в ватсапе, и я сейчас без всего этого, как без рук, наверняка люди думают, что же это за женщина, которая не отвечает нам ни на одно сообщение, пишут, пишут, а в ответ тишина. Вот, поэтому надеюсь, что получится восстановить свой номер телефона, ну, а по самому телефону уже будем что-то думать. Все, деток отвели в садик, сейчас хотим сделать попытку восстановления сим-карты. В МТС не знаю, возможно ли это, потому что карта оформлена в Кирове, а мы сейчас находимся в Москве, и, может быть, скажу, что возможно только либо новую карту делать, либо, если вы хотите восстановить старую, то в Киров ехать. Короче, вот тот двор, где был потерян телефон, и Игорь предложил сделать такие распечатки, которые повесить у подъезда, вдруг кто-то его нашел и просто не знает, как его вернуть, вдруг это какая-нибудь бабушка или дедушка, ну, Надежда же умирает последней, вот, поэтому сейчас пройдемся по подъездам и развесим. Ребят, это просто вы не представляете, что сейчас случилось, вы не поверите. Гоша, иди сюда, иди со мной. Короче, мы идем. Пошли мы, значит, такие в милицию, узнать, как дела, подсказать им пару своих догадок, что вы думаете нас ждало, рассказывай, Маша. Мы заходим, нашли, еле-еле нашли нашего следователя, которым занимался нашим делом по телефону, и, конечно же, после всех ваших сообщений, когда писали, что полиция не занимается такой ерундой, никто вам ничего не найдет, нам просто говорят, мы нашли ваш телефон, мы в шоке. Да, взяли и нашли, вот просто сказали, взяли и нашли. Мы в шоке были, как нашли, где нашли. В общем, нам рассказали всю эту историю, что мужчину отследили по камерам, проследили его, грубо говоря, до самого дома, по всем камерам. Это был немой. Не местный житель. Да, то есть не из нашего дома. Более того, да, он был глухонемой. Он глухонемой, и он еще и выкинул сим-карту. Ну, в общем, очень интересно было ему посмотреть на новый айфон, и сейчас его ждет, к сожалению, уголовное дело. Но мы, как люди хорошие, а хорошим людям, как видите, возвращается все обратно. И такой лучик сейчас солнца на меня был. Да, и на меня. Поняли, да, кто хороший посреди нас? На меня тоже был лучик солнца. А вот сейчас, вот, не снова на меня было, а зритель все увидит, все увидит. Короче, ребят, мы решили, что мы ничего не будем там судиться, что-то делать. У него двое детей, и, конечно же, мы напишем примирительную, но в любом случае уголовное дело, как бы... И для всех будет урок, что... Многие там, Маша, писали, что ты сама потеряла, то-то нашел, кому-то повезло. На самом деле это не так. То есть человек, который взял чужое имущество, все, ему автоматически уже... Это уже преступление, да. Если бы он не выкинул сим-карту и попытался бы вернуть телефон в полицию, например, или еще куда-то... То да, то... То да. А как нам объяснили, если он выбросил сим-карту, то значит, у него было умеренное удержание чужого имущества. Это то же самое, как с машиной. Вы можете потерять ключи от машины, но это не значит, что кто-то может пойти, взять эти ключи и уехать на вашей машине. То же самое. Вот то, что я нереально счастлива. Мне не придется покупать еще один телефон за 100 тысяч. Если вы найдете чье-то чужое имущество, не раздумывая, возвращайте. Обязательно. Не надо портить себе карму, жизнь, навязывать на себя, не дай бог, уголовную ответственность, которая вам испортит еще раз всю жизнь. Возвращайте, всегда возвращайте. То, что вам не принадлежит. Всегда. Потому что вам потом вернется бумерангом. И если вы что-то делаете хорошее, то тоже вернется бумерангом. Как нам попались офигенные врослезнователи. Ну что, ребят, я иду сейчас в полицию. Я надеюсь, что я иду за телефоном, что мне его сегодня отдадут, потому что скоро уже 1 сентября, буквально через пару дней, а с 11 августа свой телефон я не видела. Просто даже не видела. Подхожу уже, держу кулачки, схожу до сих пор еще вот с этой малышкой старенькой. вторая мне от Игоря досталась. И когда мне телефон уже отдадут, следовательно, выйдет это видео, и вы его смотрите. Ну что, вот он мой айфонушка. Такой тяжелый по сравнению с тем. Мне кажется, сегодня настал тот день, когда пора поменять чехол на красный. Ну что, я вернулась домой, как вы поняли. Получается, что мне отдали телефон под расписку. И если понадобится там в течение суда или еще чего-то, что я его не продам, что он будет у меня на руках. Сказали, что желательно пока его не продавать. Вот. Все вернули. Поставила на зарядку, пока что он еще не включился. Что хочу сказать, что я отметила. В полиции, по крайней мере, в том отделении, в котором я была, все следователи, молодые девушки и молодые женщины очень красивые, ухоженные. Все с маникюром, с ресничками, кто-то там с волосами нарощенными. Все худенькие, стройненькие, талии узенькие. Прям, вы знаете, девочки-модельки. И они все работают в такой, знаете, серьезной достаточно сфере. Кто-то там оперуполномоченные, кто-то следователи. И мне вот интересно, как вы думаете, почему такая тенденция, что вот в последнее время в полицию стали идти именно девушки, молодые. Чего не хватает? Экстрима какой-то. Или, возможно, это вызов обществу, что я женщина, я тоже могу работать в полиции с достаточно опасной работой, такой морально-тяжелой, наверное, много стресса очень, всего такого. Как вы думаете? Просто у меня сейчас такой вопрос возник, и я думаю, почему не, не знаю, почему не врач, почему не учитель, почему не рекламщик, не бухгалтер, не знаю, директор магазина, еще чего-то. Почему именно полиция? Ну что, человек не явился на суд. Походу, ему абсолютно наплевать на свое будущее. Я переживаю за него больше, чем он сам. как и адвокат переживает за него больше. В общем-то, если он еще раз не придет, и, короче, ему дадут уголовное дело, это, конечно же, повлияет на его будущее, на будущее его детей. Вот, я не знаю, почему он об этом не думает. Очень печально. Вот. Ну, а я хотела сегодня написать примирительную. но так как он не пришел примирительную написать. Ну что, сейчас закончится наконец-то эпопея. С телефоном едем в суд. Снова. Первый этаж. Короче, мне позвонили суда и сказали, что у меня есть выбор. Я могу не приезжать, и ему просто сделают, как бы, поставят уголовку в документах во всех, но у него есть дети, и это, конечно же, может повлиять на будущее его детей, что у них отец уголовник. Вот, либо я могу приехать и подписать с ним примирительную. Мне, конечно же, не хочется быть каким-то палачом и судьбу человека, так скажем, ломать. Все делают какие-то ошибки. Вот, поэтому я решила, что я все-таки приеду, подпишу это, и просто забуду, как страшный сон, и не буду нести, так скажем, ответственность за то, что у кого-то что-то плохо в жизни. Не умею ее так. Все, ребят, я заканчиваю это видео. Какая вообще цель данного видео? Во-первых, что действительно в полицию нужно обращаться, если у вас что-то пропало. Сумка, документы, телефон, неважно, ваше какое-то имущество. Это первое, потому что не факт, что вам помогут, но помочь могут действительно, как вы видели в моем случае. Второе, если лежит какая-то вещь, не ваша, а чужая, и вы ее взяли, то вы можете стать уголовником. Даже если кто-то что-то обронил, оставил и так далее, если вы это берете с умыслом удержать у себя, а не вернуть, отдать в полицию, например, что вы нашли и так далее, то вы становитесь вором, потому что вы взяли чужое имущество. Вот, наверное, это самая главная суть видео, донести вам то, что будьте просто бдительнее. И я действительно сегодня поехала, я уже не первый раз сегодня ездила в суд. Я не хочу быть, как я сказала, палачом решать, что там у человека будет уголовное дело. Мы написали примирительную, ничего там мне от него не нужно, тем более он оказался глухонемой, у него есть дети, и когда у ребенка есть отец с судимостью, да, с внесенным уголовным делом, это, конечно же, не очень хорошо. Я в первую очередь думала о маленьких детках, которые у них есть. Вот, поэтому я просто знаю прекрасно себя, что я бы потом постоянно об этом думала, переживала бы, думала, вот почему там так произошло. Ну, в общем, не суть важно. Все закончилось хорошо, наконец-то эта ситуация завершилась, мне очень сильно полегчало, и я рада, что закончилось все именно так, что у меня есть мой телефон, у человека нет уголовного, да, какого-то этого, чего-то. Ну, в общем, что все у всех хорошо, но мораль этого видео, я надеюсь, вам ясна, я ее в конце вам озвучила. Напишите, что вы думаете по этому поводу, напишите внизу в комментариях ваши истории, получалось ли, что вы что-то теряли, вам помогала полиция это находить, что вы думаете, правильно ли я поступила с тем, что написала примирительную, и человеку не дадут никакого наказания. В общем, буду ждать вас в комментариях. Все, спасибо.